Где зелень? Возмущаются кировчане. В одном из парков вырубили кустарники. Почему их убрали и чем заменят? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Дайвича». Меня зовут Наталья Бакирина. Здравствуйте. Не только показывает, но и рассказывает. На остановках общественного транспорта добавили к привычным табло звуковое сопровождение, о чем сообщают говорящие помощники. Заменят даже основание дороги. На трассе Кырчан-Нема грядут большие изменения. Дорогу будут полностью переделывать, где начнется масштабная работа. Этот раз соединяет нашу Кырчанскую область в Судмуртии. В последнее время щема у нас очень часто применялся в городе. Очень себя он хорошо показал. В этом году дорожным комитетам было принято решение использовать его и на муниципальных дорогах. Доигрались два школьника, случайно сожгли заброшенные здания. В каком районе области это произошло? Два девятилетних мальчика забрались в заброшенный дом на улице Энгельса и подожгли бумагу. В результате здание практически полностью сгорело. Наш город относится к тому, который, скажем, с точки зрения роста зарплат, он сильно поднялся. Набрали на рекорд в первый месяц лета россияне взяли кредитов почти на 2 триллиона рублей. Чем это объясняют экономисты? Теперь со звуком на некоторых остановках города появились необычные электронные табло, рассказали в мэрии. Услышать о приближении общественного транспорта теперь можно у торговых центров «Геозавод», «Гринхаус», «Крым», на театральной площади, у ЖД вокзала и возле Старого моста. В первую очередь оборудование появилось на остановках, которыми активно пользуются люди с нарушениями зрения. Места предложили представители общества слепых, пояснили в ЦДС. Со временем умные технологии могут появиться и на других остановках. Нарубили дров в одном из парков города, исчезли кустарники, жалуются кировчане в соцсетях. Речь о сквере борцам революции в администрации отметили, территорию ждет масштабная реконструкция. Дизайнеры уже разработали новый проект. Вырубка деревьев и кустарников на участке – важный аспект поддержания порядка и безопасности, пояснили в мэрии. Кусты акации вредны для окружающих, поскольку выделяли мучнистую росу. На их месте появятся новые растения, они хорошо впишутся в зону отдыха. Там, где дождевой сад, это будут ивы высажены в большом количестве вдоль забора. И там, где мемориальные части, там будут пузыреплодники и кизильники высажены. То есть это новый функционал. Получается, что это реконструкция старого парка. И без таких операций невозможно сделать новое общественное пространство. Еще один важный для региона участок дороги отремонтируют в этом году. Это 10 километров трассы Кырчаны-Нема-Кельмей, сообщили в правительстве Кировской области. Дорога не отвечает требованиям безопасности. Было принято решение о проведении капитального ремонта. Подрядчику предстоит провести целый комплекс работ. Это полная замена основания дороги, организация системы водоотведения. Кроме того, на трассе появится разметка, ограждение, дорожные знаки, а также автобусные остановки. Все работы по капитальному ремонту трассы Кырчаны-Нема-Кельмесь в немском районе завершатся в октябре 2025 года. Мы находимся на трассе Кырчаны-Нема-Кельмесь. Нам здесь доверили 8 километров 800 метров трассы. Эта трасса соединяет нашу Кировскую область в Судмуртии. В последнее время щема у нас очень часто применялся в городе. Очень себя он хорошо показал. В этом году Дорожным комитетам было принято решение использовать его и на муниципальных дорогах. Сам асфальт очень хорош. Во-первых, у него срок эксплуатации 8 лет. И он как терминатор может сам себя заживлять. В МЧС по Кировской области рассказали о ЧП в регионе с 8 по 14 июля. В сводку попали 5 происшествий на воде, 9 лесных пожаров и 39 техногенных. К сожалению, в огне один человек погиб, один травмирован. Так, 13 июля в Кирове, в районе улиц Цеховой и Широнинцев сгорели двухэтажные хозпостройки. От воздействия высокой температуры повреждены пластиковые окна и обшивка балконов двух рядом стоящих жилых домов, а также легковой автомобиль. Предполагаемая причина возгорания – поджог. В этот же день в Зуевке два девятилетних мальчика забрались в заброшенный дом на улице Энгельса и подожгли бумагу. В результате здание практически полностью сгорело. К счастью, дети не пострадали. В долгах, как в шелках, россияне набрали рекордную сумму кредитов в июне, пишут известия. За месяц физлица получили кредитов на общую сумму 1,7 трлн рублей. Ипотека составила более 40% объема всех займов, или 777 млрд рублей. По сравнению с маем, рост в этом сегменте составил 44%. В значительной степени это объясняется последним месяцем льготной ипотеки. Программа прекратила свою работу с 1 июля. Что касается кировчан, кредиты они тоже активно берут, и на то есть ряд факторов. В том числе это рост зарплат на некоторых предприятиях города Кирова. Наш город относится к тому, который, скажем, с точки зрения роста зарплат, он сильно поднялся, скажем так. И у людей появились возможности, и они почувствовали возможность что-то взять сейчас в кредит, а считаться потом. 26 июля, скорее всего, будет повышена ставка, она достаточно существенная. Поэтому люди, которые сейчас, как бы еще не взяли кредит, но в этом размышляют, они тоже сейчас активно берут и реализуют свои возможности. В Кирове вынесли приговор местному жителю за поджоги. Мужчина, будучи пьяным, поджег мусор в общем коридоре дома на рейдовой 30. Сгорела мебель и другие вещи стоимостью более 12 тысяч рублей. После этого кировчанин проник в цех на улице Блюхера, где поджег рубероид. В огне было повреждено здание цеха, уничтожены компьютеры, оргтехника, станки, но имущество потерпевших общей стоимостью более 14 миллионов рублей. Суд согласился с мнением государственного венителя прокуратуры, признал подсудимого виновным. Ему назначено окончательное наказание в виде двух лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. В студии работала Наталья Бакирина. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин